Группа независимых ученых из Западной Канады зафиксировали рост радиации в Тихом океане на 300%. По данным этих же специалистов, уровень радиации растет каждый год. После аварии на Фукусиме в Японии в 2011 году через небольшой промежуток времени рыба в Канаде начала истекать кровью из жабер, рта и глаз. В американском штате Орегон начали фиксировать потерю ног у морских звезд, гибнущих в рекордных масштабах. Из-за увеличения радиационного фона сократилась местная ихтиофауна, включая Северо-Тихоокеанскую сельдь. В 2014 году на пляжах Калифорнии радиация превышала допустимую норму в 500 раз. Происходит это вследствие продолжающегося сброса радиоактивной воды атомной электростанции на Фукусиме. Однако информация о загрязнении продолжает умалчиваться. Напомним, что причиной аварии на Фукусиме-1 послужило сильнейшее землетрясение, после которого последовал удар цунами. Была повреждена система энергоснабжения и охлаждения станции. А также произошел выброс радиоактивных веществ. На АЭС до сих пор ведутся восстановительные работы и идет дезактивация участков земли. В современном мире крайне необходима консолидация и объединение в совместной идейной деятельности порядочных здравомыслящих ученых из разных стран мира, которые не служат своей гордыне и понимают всю пагубность существующей системы потребительского общества. Это усилит не только реальную эффективность подготовки человечества к природным катаклизмам, но и даст первые ростки цвета созидательного общества, объединения людей на духовно-нравственных основах, вне политики и религии. И на сегодняшний день, благодаря ученым Международного общественного движения «АЛЛАТРА», существует надлежащий фундаментальный научный базис, способный сплотить и объединить многих талантливых людей, для которых главными критериями в их деятельности являются человечность и совесть. Дорогие зрители, если вы хотите иметь постоянно свежую и объективную информацию о том, что происходит в мире, обязательно подписывайтесь на наш канал. Нам есть о чем вам рассказать и чем удивить. Также пишите в комментариях о том, что вас интересует и о чем хотите узнать подробнее. И мы с радостью расскажем об этом на канале. Поддержите нашу деятельность, поставьте лайк и поделитесь видео с друзьями.